Последние шесть лет в Чувашии сокращается количество преступлений. Примечательно, что и по эффективности их раскрытия республика находится в числе лидеров среди регионов Приволжского федерального округа. Такие данные озвучили в МВД по Чувашской республике. Радно, что снижается сам тяжелый состав преступлений, такие как особо тяжкие и тяжкие преступления, соответственно на 10-12%. Продолжается снижение самого распространенного вида преступлений, которым являются кражи, и в частности квартирные кражи, минус 21 и минус 15%, соответственно. На 24% практически сократилось количество ограблений граждан. По словам генерал-майора полиции Сергея Семенова, также уменьшилось число краж из автомобилей и самих авто. Сократилось число мошенничеств, хотя мошенники по-прежнему наиболее активны в крупных городах, таких как Чебоксары, Новочебоксарск, Шумерля, Канаж и АллатРь. Сотрудники ОВД за 6 месяцев 2013 года выявили 63 преступления, связанные с незаконным приобретением, хранением и сбытом оружия. Положительную статистику портит то, что на 20% увеличилось количество умышленных убийств, но при этом раскрываемость этих преступлений высокая – 98%. Продолжается борьба с незаконным оборотом наркотиков, но пока правоохранительные органы в ней проигрывают. Это объяснить можно прежде всего появлением новых видов наркотиков, которые таковыми в юридическом смысле еще пока не являются. То есть мы их выявляем, изымаем, но наркотиками в общепризнанном понимании они пока не являются. Для этого нужно признание их на определенном медицинском уровне относить к перечню наркотических веществ. Только после этого наступает уголовная ответственность. К сожалению, законодатель опаздывает примерно на год по появлению новых синтетических наркотиков, а признание их наркотическими – ну, идем с опозданием. Сотрудники МВД раскрывают новые преступные схемы реализации наркотиков. На днях задержали преступную группу, которая продавала синтетические наркотики через интернет. Все участники группы арестованы. Кроме этого, растет и количество преступлений экономической направленности. Количество преступлений коррупционной направленности, а в частности количество выявленных должностных преступлений, их может быть и небольшой процент, всего 6% увеличения выявленных должностных преступлений, в числе которых непосредственно взятки составляют плюс 30%. В целом же работа сотрудников МВД Чуваши самим министром оценивается положительно. Среди территориальных органов МВД России наше ведомство занимает 10-е место по стране. Галина Титарчук, Оксана Александрова, Андрей Шоклев, Республика.